А на Ямале социальный проект «Забота» расширяет границы. Накануне к нему присоединился Ноябрьск. Там первыми дисконтные карты получили ветераны Великой Отечественной войны. Вручение их совпало с Днём воинской славы России, 73-й годовщиной победы в Сталинградской битве. Сюжетом об этом событии с нами поделились коллеги из телекомпании «МИК». Репортаж Оксаны Колесниковой. «Забота — это самое главное», — говорят ветераны. А теперь у них есть и дисконтные карты. Бабушкам и дедушкам их вручил депутат Государственной Думы Григорий Литков. Сегодня я с большой благодарностью, для меня это тоже большая честь, открыть этот проект. И вот вам, самым главным, наверное, людям, которым сегодня все внимание должно быть уделено, я от всей души, от наших органов власти, от губернатора, от наших предпринимателей, от себя лично, с большими словами благодарности, сегодня готов вручить первые карты. Первый приглашается Петриченко, Леонид Михайлович, участник великой депутатской войны. Дисконтные карты уже получили более 20 тысяч ямальских льготников. Все они пользуются скидками в магазинах, аптеках, фирмах по предоставлению услуг. В ноябрьский проект «Забота» поддержали 20 различных предприятий. Я благодарю от вашего имени, наше руководство, Ямала, Дмитрия Николаевича Кобылкина, нашу думу и всех представителей, которые сегодня здесь, в наших властях городских, за заботу о ветеранах Великой Отечественной войны. Ребята, вы чувствуете, некоторые из вас пожизненно 20 тысяч рублей в месяц, все остальные по 10 тысяч, только у нас на Ямале, во всей России. Такие льготы. 2 февраля – важный день для всех ветеранов. В 43-м году советские войска разгромили фашистов под Сталинградом. Бились до последнего дыхания. Дом Павлова, если кто помнит по истории, сегодня этот памятник стоит. Мельница, которая на окраине Сталинграда. До сегодняшнего дня не реставрирована и стоит как памятник. Так совпало, что именно 2 февраля 43-го года и именно в Сталинграде родилась Майя Фатеевна Середа. Мы, Сталинграда, дети. У мамы из фуфайки рвутся жилы, тащая и разбирая ужас взрывов. Весь город разбомблен, врагом вестима. Мы мамам помогаем молчаливо. Мы едва ходили тогда, тоже помогали. В музее воинской славы ветеранов угощали чаем и показывали фильм о работе поисковых отрядов. Всего на Ямале их 16. Молодые люди ведут раскопки на местах боевых сражений, ищут останки бойцов, чтобы установить их имена и потом перезахоронить с почестями. Чуть позже ветераны почтили память своих друзей и родных у Вечного огня. Вот тот подвиг нашего народа, который наше поколение старше сделали, сегодня наша ответственность, мы должны не потерять ни одного факта. Есть что вспомнить и депутату Государственной Думы Григорию Литкову. Оба его деда воевали. Один погиб на Ленинградском фронте, другой – подмурманском. Редактор субтитров А.Семкин